Крест из мертвых смертью, смерть поправ, высущим во гробе живого дрова. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Бладыка, прости беззаконие наше, Святой посети истине небыще нашей имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе хлеб наш насущный, дай нам на этот день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи слава Тебе, хвала Тебя наш милосердный, великий Бог и Его, Абва, Отче услышь молитву нашу, помилуй и прости меня грешного. Тайные явные об умеев помышлений во дни и ночи во все дни жизни, великие и малые грехи мои, прости, и соблазны, которые я подал к ними, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых Твоих, хвала Тебе, Господи! Аллилуйя! Свят! 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 Господи! Свят! 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 Всех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш, Святитель Христов Никола, Мерликийский Чудотворец, Образ кротости и воздержания доброй архиепастыри, Моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу. Скорый помощник в деле, благодарю Тебя, Ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя наш милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святый пророк Илья, Елисей, Енок, Моисей, Самуила, Ром, Иов, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неме, Амус, Наум, Иса, Иеремия, Варуха, Иезеки, Осия, Эниль, Агей, Сапон, Иезахарий, Малахия, Давид, Нафан, Данилы, Отроки, Пророк, Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за дивных пророков Твоих, которые движимы и Духом Святым. Изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим, Святым, Церковь Твою. На бурдень прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными и лея добрых дел, садянных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божьи предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфея, Марка, Лука и Анна, молите Бога о нас, Господи, умягчи сердца правителей мира. Всели в них страх Твоя, чтобы они не творили беззаконие, да продлится еще мир на земле. Дай нам, Господи, еще священника, рожденного свыше, благовестника и места для занятия. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови, Господи, брат Речислава, да будет все по воле Твоей, милосердной. Хвала Тебе. Аллилуйя. Святые мученики и мученицы, Игнатий, Богоносец, Парикарпс, Мирский и Устин, Философ, Власий, Харлампий, Космай, Дамиан, Андрей Стратилат, Мирмученик, Клемет Римский, Клемет Аркирский, Амфимник, Эмидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеймон и сорок святых мучеников, Царь Николай, Святого Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, Господи. Препи сердца наше в слове Твоем. И малые дети, чтобы верили искренне в Тебя. В гоняниях и в искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Глатауста, Фанасий Великий, Иврем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Филарет Московский, Герасим Павский, Феофилар Болгарский, Иоанн Стридонский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас. Да дарует там жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы Фекла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Материк София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла, Акила, Андроник, Июня, Киприан, Юстина и все святые, Молите Бога о нас. Даруй Господи послушание. Молчание целомудристое длилось всем женам и девам и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Тебе, Господи, хвала, слава, честь и поклонение отец и на Дух Святой. Аминь. Милосердный Господь, Благодарим Тебя за все Твои милостей и щедроты, за долготерпение и человеколюбие, за жертву Голгофскую, за кровь, пролитую на кресте, за воскресение Твое святое, за мою семью, за маму, за папу, за брата Алексея, за супругу Ксению, за всех моих родственников, братьев и сестер, в Тебе, мой Господь, за всех людей, которых Ты мне посылаешь, за каждое мгновение моей жизни, которое подарил мне Ты, Божия. Слава Тебе, Господи, благослови народ Твой еврейский, чтобы приняли Тебя как истинного Мессию и Спасителя. Молю Тебя за всех человеков, Боже, коснись сердец каждого. Даруй веру евангельскую, покаяние слезное, страх пред Тобою. Обрати, Господи, даруй рождение свыше, истинное крещение и водительство Духом Твоим святым. Дару мир Израилю, Иерусалиму и везде, где смуты и мятежи. Прославляю Тебя, Владыка, за все суды правды Твоей. На все и всегда Твоя святая воля, Боже, слава Тебя. Боже, будь милостив ко мне, грешному. Ты создал меня, Господи, Ты и помилуй меня. Из числа я согрешил пред Тобою, Господи, прости меня грешного и помилуй. Прими нашу молитву, Господи, и воздеяние рук, как жертву вечернего благоухания, приятную пред престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебя на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего единородного Иисуса Христа за нас грешных. Услышь нашу молитву, Боже, о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И молим о не заповедавших обратили, Господи. Но на все и всегда Твоя святая воля добудет, Боже, слава Тебе. Пала Тебя наш Господь. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушают и да слышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Спаси Христос за молитву, братья, благословенного дня. Христос воскрес. У кого есть вопросы, Игнать Тихоновичу, задавайте. Мир вам, Игнать Тихонович. Спасибо, Игнать Тихонович, Борис Михаил. Игнать Тихонович, Александр, мир вам. Вопрос такой у меня. Чувства такие, правильно или неправильно? Значит, в Старозаконе 23 глава сын блудницы не может войти в общество Господнее. И до 10-го поколения. Я сначала, у меня как бы такой страшок появился, но потом я подумал, что Господь нас избавил от этого. То есть нам в назидание, чтобы еще больше благодарны были Богу, что Господь нас избавил от этого проклятия, которое в Бетском Завете раскладывалось. Правильные мысли у меня? Правильно-то, правильно, но наследие-то идет и трудно стать. Вот бывает, и дети рождаются, еще только родился, а уже сиперисом заряжен. Почему? Наследство, да. Наследство оно идет. И до какого рода? Сегодня ничего не понимаю. Ты смотришь, я сейчас только занимался Лонгином, митрополит, на Украине который. Такой умница. Он герой Украины. 400 детей с большими недостатками. Слепо, глухо, не мыя. Даже таких брал. Зараженных СПИДом. 400 детей. Это монастырь его там все. Ну смотришь, рукоположен священникам 25 лет. Шестой Вселенский собор. 14-15 правила категорически запрещают, ибо Христос пришел на землю, Бога-человек. И стал проповедником не раньше 30 лет. Когда говорят какие-то такие вот остановки людям, то не объясняют. Просто не должен делать. Все. А здесь конкретно показывает. Ибо и Христос вышел на проповедь как учитель не раньше 30 лет. Поэтому правила в диаконах до 25 лет нельзя. Священство передается выше. Это 30-летний. А у нас даже вот патриарх, взяткирил. До 30 лет уже епископ. Вот подходят люди, которым голову мочили. Нет такого крещения. Крещение – это погружение. погружение. Евнах и Филипп сошли оба в воду. И как поясняют? И выходя из воды. Как выходя, когда стоит на капельном полу? И к какому священнику не обратятся из 199 или больше? Ты крещеный. Ну как крещен, когда не погружен? Слово крещение переводится только по-славянски и по-русски. Нигде этого нет больше. По-немецки, по-английски, по-гречески стоит по-угружении тауфен. В аптезен. Ну что, совсем одурели? Суд-то Божий будет, наверное, поистине. Он я и есть истина, а не то, что люди придумали. А это нам не надо. Им не надо. Куда людей ведут? Слепец, слепца ведет. Куда упадут? Это не яма, а это ад гигинский. И притом никакого труда-то нету. Вот священники стоят, епископы, ребенка держат на спине нераздетый. Стоит, ухмыляется, видно, отец черпает ладошкой, капает вода. В другом месте ведро один держит, там, Олег Стеняев. Он ведро это рукой, а этот уже бритый, видно, на войне. Он еще не знает. До трех до пяти лет надо учиться только. Оглашенные изыдите это литургия Анна Златоуста. Сегодня выбросили ее, потому что не исполняют. Это нет, это уже они литургия Анна Златоуста. А Петьки да Ваньки. Как быть с этим? Никак не участвовать в этом. А вот они так, это все отвлеченное. Сегодня этого нет. Прикосновение к мертвому не делает человека оскверненным. Но однако при рождении столько-то времени ребенка рождает в два раза дольше девочку, когда рождает. Установлено новая скрижаль Семена Солунского. Вот когда мальчика крестят маленького, его священник заносит в алтарь, а девочку никогда не заносит. Не заносит. А почему Лаодикийский собор там сороковое какое правило запрещает женский пол в алтарь входить? Нельзя. Смотри, черное одеяние оделось, крутится туда-сюда. Я говорю, зачем же ты ходишь? Ну, меня благословил епископ. Как он может благословить, когда ты женщина? Когда ребенку восемь дней ее нельзя заносить, а ты была замужем? Мы подурели совершенно. И что бы ни сказал, я уже как враг делаюсь. Когда слепой придет со слепым, то нормально. Я сказал, яма ждет погибель. Уже все. Священники меня травят со всех сторон, как зайцы, гонящие собаки. Ты даже не представляешь, какая моя жизнь идет. За одну ночь 70 угроз. За ночь 70 звонков с угрозами. И попой травят. Сидят и хмылятся. Я сказал, это не крещение, вы не занимайтесь, надо. Они собрались, кучи на меня лезут. Господь говорит, велика ваша награда. Это дело Божие. Господь допускает. Вас он трогать не будет. Но один священник вас, Евгений или кто говорит, и тоже тяжко. А если будет не один, пятеро будет вас при входе и при выходе вас пальцы будут показывать и подходить, и он прокаженный. вот еще вас легко. Да, держись крепко. Еще вот один вопрос у меня такой. Это я заканчиваю. У нас это не действует, но надо придерживаться. Все. Понятно. Не, второй вопрос у меня такой. Знаете, вот сколько я пытался пробудить любого к матери, у меня, знаете, она умерла конечно давно, но все детство как-то она меня, я больше с бабушкой воспитывался и в то же время, знаете, как-то я не должен неприятность чувства, я даже за отчим мне было легче молиться, чем за родную мать, понимаете, вот как вот это чувство разбудить, чтобы оно все-таки любовное появилось в ней, уже сколько лет ее нет, уже больше 10 лет, почти 15, и у меня как бы такое чужое какое-то чувство, ну, злоба хоть ушла, мне какое-то озлобление было на нее, что вот она мне всю жизнь как бы испортил получается так, молодцы, что, билла там, да, ну, я зарабатывал, конечно, но вот такая одержимая была, я понимаю, что она была одержимая просто, злобная такая, вот как это выработать чувства, я молюсь, конечно, а? В каком городе находитесь? От Тюмени 900 километров. У вас что, больше некому отвечать, вы мне все время задаете вопросы, такие вопросы вы можете разрешать на месте? Ага, Хорошо, потому что у меня столько ответов, я едва-едва поправляюсь, вот сегодня в три часа ночи я уже за компьютером сижу, а в пять у нас начинается начинается моление, так что всего хорошего, Александр, по пустякам не заходите, да, с Богом, благодарю. Так, еще кто есть? Никого нет, отошел. С Богом.